Если выбирать хлеб в свой рацион, я бы, конечно, советовала либо ржаной хлеб, где на первом месте стоит именно ржаная мука, либо хлеб ржано-пшеничный. Здесь, конечно, смотрите уже по составу хлеба, чтобы не было различного сахара, сахарного колера. И если вы выбираете хлеб с семечками, с изюмом, с какими-то другими наполнителями, соответственно, здесь и калорийность будет выше, и выше достаточно на много, на большое число калорий. Здесь будет выше углеводов, если вы выбираете хлеб с какими-то сладкими наполнителями, да, с изюмом, черносливом. И в случае, если хлеб будет с семечками, с орешками, соответственно, здесь будет большее количество жиров, вышее количество жиров. И вот здесь, смотрите, вот такая двоякая ситуация. Орешки часто в хлебе, конечно же, добавляются какие-либо прошедшие термическую обработку, да, и те же самые семена, чия, те же самые там льняное семя, да, и уже когда они выпекаются, они еще дополнительно, допустим, да, термическую обработку они проходят. При термической обработке жиры всегда окисляются и повышается содержание трансфазомеров жирных кислот. Именно поэтому я рекомендую всегда своим клиентам только нежаренные орехи использовать в своем рационе. Поэтому подумайте, так ли будет полезен хлеб, даже если там есть орешки, да, даже если там есть семена чия и так далее в составе, так ли он будет полезен для вашего организма. Потому что при хранении количество трансфазомеров жирных кислот будет все увеличиваться, увеличиваться. Вы же на теплой кухне это все храните, а может быть у вас полочка над плитой, да, в тепленьком местечке. То есть вот эти вот семена не будут вот такими вот уже супер-пупер полезными, они, конечно, да, будут источниками калорий, они будут добавлять клетчатки в хлеб, но надеяться на то, что они будут прям такими супер полезными не нужно. Поэтому я рекомендую брать хлеб с самым-самым простым составом. Мука, соль, вода, дрожжи. И если вы любите орешки, лучше просто их на перекус или изюм на перекус отдельно, нежаренные. Очень вкусно, классно, с фруктами, почему бы и нет.